Друзья, всем привет! Сегодня ролик посвящен на IGES, постоянная рубрика, где я вам рассказываю либо про интересные проекты, либо те, которые LEGO не выпустит, ну либо то, что уже преодолело 10 тысяч голосов. Начнем мы с того, что уже преодолело отметку, мельница. Я вам, да, уже рассказывал про это и некоторые другие проекты, которые вы сегодня увидите, но без того, что они вот преодолели 10 тысяч. Если они преодолевают, то все, их уже рассматривают. Не факт, что выпустят, но рассматривают. И после того, как появился рояль, то сложновато говорить, честно говоря, что выпустят, а что нет. Сам по себе комплект, на который вы сейчас смотрите, он мне нравится. Ламповая, красивая модель, проработанная, во-первых. Ну, дополнила бы какой-то интересный средневековый мир, фэнтези-мир. В целом, набор вышел бы интересным, но не уверен, что он появится. Здесь аттракцион вроде «Американские горки», и это, ну, типа «Золотая лихорадка» его название. Давайте смотреть. В принципе, стилистика вестерна такого, что можно понять и по заборам, и по вывеске данного аттракциона. Ну и далее цветовая гамма. Здесь типа «Салуна». Видите? Это оформление, где сидит вот человек, который, видимо, не билеты продает, а отвечает за работу аттракциона. Ну и также сама по себе концепция. Здесь вот, видите, кстати, можно, видимо, пострелять из типа ружей. Здесь вода находится, всякие растения и прочие интересные элементы. В принципе, внешне чисто здорово. Во-первых, мне нравится, что много ларьков, что вы сейчас можете увидеть. Ну и, во-вторых, в принципе, это такой добротный аттракцион, который Лего могли бы доработать. Ну, много различных классных вставочек, типа вот здесь золото в скале. Кстати, видите, как вода падает на людей? Я не уверен, что такое бы появилось в Айдиас, потому что, ну, есть в Лего кое-какие. Вот даже набор «Американские горки» он существует, но при чем тут Айдиас? И вдруг еще одни «Американские горки», но на тему вестерна. Здесь «Звездная ночь», картина Ван Гога. Но я помогал автору продвигать эту работу, и здесь я бы хотел, конечно, чтобы в Лего появилось это. Крутейшая интерпретация знаменитой картины. Это 3D-модель. Если не присматриваться, можно сделать вывод, что это как будто Лего скетча снова. Но нет, потому что здесь все на совершенно разных уровнях. Посмотрите, где находятся первые домики, затем, где находится церковь, и затем вдали, где находится небо, еще за облаками и так далее. Это очень сложная, между прочим, работа в задумке автора. То есть и собирать ее, мне кажется, было бы достаточно интересно. Ну, сам Ван Гог, вот та самая картина. Можете мне написать, есть ли сходства. На мой взгляд, конечно же, сходства имеются. Смотрится очень классно. Из всех, наверное, работ за сегодня это мне нравится больше всех. Далее работа по Шитскрик. Это канадский телевизионный ситком, в котором было 80 серий. И я не в курсе, естественно, что это такое. Я посмотрел в интернете. Ну, классическая ситуация. Люди любят что-то, потом выпускают достаточно обычную модель автор, но за нее все голосуют из-за того, что тема популярная. Здесь можно отметить, ну да, наличие пяти героев и сам модель. Честно говоря, для тех, кто смотрел, это, наверное, прикольно. Это вроде как фильм Хокус-бокус. Коттедж сестер Сандерсон. Сам фильм популярный, известный, конечно же, 93-го года, довольно старенький. Давайте смотреть, что сам набор из себя представляет. Очень мистический коттедж, который понравился бы не только, естественно, любителям фильма. Я не смотрел, но то, как он выглядит и снаружи, а главное, внутри, это здорово. Много различных детализированных элементов внутри, типа люстры. Естественно, много паутин, всяких необычных хоррор-вставочек, знаете, как из могилы кто-то вылезает. Вот могила с деревом тоже интересная, где-то такая вставочка дополнений. А так, в общем, тот случай, когда, несмотря на то, что я не в теме, мне очень модель нравилась. Очень хорошая, классная. Но, я думаю, если бы реализовали, много чего бы изменить. Здесь работа Exploratorium. 2996 деталей. Давайте смотреть. Ну, тут топчик, конечно. Выглядит очень здорово. Очень необычная постройка. Что-то в таком, типа, стимпанковском стиле. Что-то мне это вот напоминает. Ну, что там всякие шестеренки, головные уборы героев. А так, очень интересно это все выглядит. Ну, тот случай, когда видно, куда пошли детали. Здесь и функционал сложный, я бы сказал. Достаточно по тому, что требуется много деталей. И то, как выглядят сами постройки. Этот гигантский дом. Эта башенка справа, что вы видите. Здесь, возможно, какой-то супер телескоп. Ну, тут внутри куча помещений. Причем, несмотря на то, что, да, все детализировано снаружи, внутри тоже автор не забил и сделал нормально. Да, и есть такая вот прикольная подводная лодка. И видите сейчас всех героев. Дальше. Классный календарь. Эту работу я вам уже, да, показывал. Но тогда не было 10 тысяч голосов. Она классная и просто, ну, хорошо бы вписалась, мне кажется, в концепцию LEGO IDS. Да и вообще, если плего выпустили такой набор, можно было бы это понять. Ну и вот эту черепаху, на которой стоят слоны, на которой земля держится, это я вам тоже показывал. Работа, мне кажется, пока что выглядит слегка. Я не знаю, ну, вроде детализирована, но мне чего-то в ней не хватает. Вот это мне не особо нравится. Хоть и понятно, что тут хотели, типа, простоту показать. А так задумка хорошая, но не особо мне просто нравится, как это смотрится. Я думаю, фанаты найдутся. Сейчас давайте кратко посмотрим на работы, которые пока десятку не преодолели, но популярны. Что ж, начнем вот. Июль, 14 число, деревня Викингов, 2000 уже голосов. Ну, к примеру, смотрим. Небольшой набор, относительно, но очень интересный и выглядит работа прям законченной. Домики аккуратные и, ну, такой интересный, классный дизайн полочный, я бы сказал. Все смотрится хорошо, в принципе, отличная самоделка. Ну, будем думать, будем смотреть, что будет дальше. Это работа, средневековый рынок того же человека, что делал работу ночь в музее. Может, кто помнит, это красивая самоделка. Ну, так это модульник, просто в средневековом стиле. Не уверен, что это бы выпустили. Больно уж похоже на модульник, но, тем не менее, на мой взгляд, работа хорошая. Работа по аватару около 2000 голосов. И она, конечно, красивая. Мне кажется, вряд ли выпустят, сразу скажу, поскольку, ну, с аватаром там нужно согласование, во-первых. А во-вторых, ну, да, ладно, если уж оценивать так-то работу, то очень красиво, очень достойно. Это место Пандора. Здесь можно отметить в самоделке необычные способы взаимодействия с деталями. То есть, я вот смотрю, мне какие-то моменты нравятся. И, в принципе, итоговый вариант, он хороший. То есть, такую работу, мне кажется, многие люди себе бы захотели, ведь аватар, по факту, один из самых популярных фильмов. Магазин из вселенной Наруто. 6114 голосов. Ну, понятно, охотно голосуют. Тема, блин, безусловно, популярная. Ну, работа по ней вроде даже симпатичная. Здесь пять героев имеются. Ну, и магазин этот, он очень прикольно выглядит. В такой восточной, естественно, тематике. Конечно, покупали бы ради героев, мне кажется. Но Лего и Аниме, я бы не сказал, что особо дружат, честно говоря. Поэтому тоже, опять же, я не уверен, что это бы выпустили. Я не особо смотрел, на самом деле, Наруто. Поэтому, если есть фанаты, напишите, было ли там это место и является ли это кафе, этот ресторан, я бы сказал, значимым местом во вселенной. Думаю, пришло время заканчивать. Пишите любимую работу из сегодняшнего выпуска, поддерживайте, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.